Привет, я Эрик Шоков, и я уже был у Gambit, Insilia, у Navi Junior, и всегда делал обзоры на буткемпы, мне это нравилось. И вот наконец-то я смогу сделать обзор на свой буткемп, мои команды, и сейчас мы этим будем заниматься. Мы сняли огромный дом, за огромные деньги, о которых я скажу в ролике, мы сегодня озвучим каждую копейку, которую мы потратили в этом доме, и покажем всю эту атмосферу, которая находится здесь. А здесь реально классно, и завтра мы уже уезжаем. Но перед этим мы запишем такой вот большой ролик, пожарим шашлыки, и познакомим вас с моей командой ближе. Она стоит того, вы просто... Да, сейчас я понимаю, вы не доверяете этой команде, вы в нее не верите, но все будет со временем. Давайте знакомиться. Так, ну что ж, мы заходим. Это наш гардероб, и на самом деле кроссовки это сейчас модная темка, поэтому давайте, у вас сейчас на экране будут кроссовки всех игроков, и вы отгадайте, кому какие принадлежат. Один, два, три, четыре, пять. Вот. А в итоге вот такие ответы. Но самое мотнявое, наверное, у феномена. Здесь у нас большая зона, где мы можем поиграть, посмотреть какой-то фильм, какой-то матч. Но, к сожалению, это какого-то не больше популярности, мы здесь были максимум один час. Идем дальше. И здесь у нас полноценная кальяная зона. Плюс можно поиграть в покер. Но здесь мы были вот столько раз. Ни разу. Один? Один раз были. Ну, я тут не был. Ладно. Расскажи о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Откуда ты? И что у тебя по учебе? Меня зовут Максим, мне 18 лет. Я живу в городе Калининград. Учусь сейчас в университете на первый курс. Направление строительства гражданское. Сколько ты посетил пар за все это время? Ну, около половины, может. Если не брать будь кем, то можешь процентов, ну, 70. Всем привет. Меня зовут Илья. Мне 19 лет. Я из Беларуси, с города Гомель. Не учусь. О, с 9 класса ушел? Нет, с 11. Меня зовут Данил, мне 23. Я из города Зеленодольск, находится рядом с Казанью. Я не учусь, ничего не делаю. Только ФКС целыми днями. Ушел с 9? Нет, я закончил 11 классов, сдал ЕГЭ, поступил в институт. Понял, что я не могу разорваться. Ну, тогда я уже был, типа, полупро игроком. Я был первый контракт. Я понял, что если я так буду разрываться, то, скорее всего, ни там, ни там успеха не добьюсь. И я вот выбрал в пользу мечты своей. Меня зовут Егор, мне 26 лет. Я из Москвы. У меня высшее образование. Какое? Ну, выше. Просто выше. Ладно, ну, факультет. А, нефть и газ. Ну и как, качаешь? Ну, плюс-минус. Мне 18 лет. Давай заново, я уже забыл, что ты сказал. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Дима. А, ну я уже говорил. Да нет, все, давай заново. Давай заново. Откуда ты? Откуда ты? Я из города Ковров. Проживаю сейчас во Владимире. 9 классов образования полных целых. Я сначала учился очно в своем городе. Все было хорошо. Потом перевелся... Меня, точнее, организация перевела в другой колледж, который находился вообще там, ну, в Питере. Это там тысяча километров от моего дома. И пришлось очислиться оттуда, потому что там хотели немного другого. Ну, от меня. То, что я думал, будет там одно, получилось по-другому, из-за чего мне пришлось очислиться. И я вот сейчас переступил на заводчику полностью. Потому что у меня с армией проблем нет, ничего нет. И все. Так, Серега. Да. Какое количество людей заходит в эту комнату? Расскажи, пожалуйста, и кто? В первую неделю заходили все, а потом заходил только я и Илюха Феномен. На этом не заканчиваются всякие плюшки. Здесь есть полноценная сауна. А нет, это не сауна здесь. Вот. Но здесь тоже никто не был. Здесь мы каждый день кушаем. Здесь у нас есть микроволновка и кофемашина. Плюс болер с горячей холодной водой. Ребята каждый день спускаются, пьют кофе, пьют чай. И кушают все вот здесь. Очень удобно. Этот дом, кстати, на две команды. Но все время мы были здесь одни. И это, конечно же, очень приятно, потому что весь огромный дом, он только наш. Покажи, что мы кушаем. В целом, ребята выбирают себе рацион на день. Такие вот гарниры, пюре. Тут все написано, калории, цена. В основном они питаются хлебобулочными всякими изделиями, бутербродами, сосиски в тесте. Но при этом и супы присутствуют. Вот тут ребят кушают. Ну, мы тут на буткемпе уже три недели. И скажи, пожалуйста, поправились или нет, ребята? Слушай, на самом деле все поправились, потому что еда такая прям дешевая, вкусная. И у них довольно... Дешевая не в плане плохая, она просто дешевая. Она просто дешевая, на удивление. Я когда первый раз цену видел, я вообще не поверил, что это съедобно. Это очень вкусно. То есть мы покупаем какие-то... Такой узбекский плов, и он стоит рублей 150-200, да? Да. То есть в ресторане это стоит 600-400, здесь 150. Сколько уходит денег на каждого игрока? Ну, вот скажи, сколько уходит в день? Лимит на одного игрока в день в среднем, это 1200 рублей. Но на 1200 рублей ты даже вообще там постараться нужно набрать. То есть на 1200 рублей выходит очень много еды, прям очень много. 1200 умножаем на 6 человек, на 7. Сколько мы в месяц за эти 3 недели потратили на еду? Около 170-180 тысяч рублей. Ну, это очень дешево. Это не на шестерых, это на восьмерых. А кто восьмой? У нас нет восьмого. На семерых. То есть вот так деньги уходят с проекта. Восьмой появился, у нас нет восьмого человека. Все пруфы здесь. Вот так, ребята. Вот сегодня мы потратили 4 320 рублей на всех. Если тебе нравится этот ролик, не забудь поставить лайк. А сейчас у тебя на экране последние 50 подписчиков этого канала. Подпишись, чтобы попасть в следующий ролик. Какие у тебя отношения с родителями? Ты занимаешься киберспортом, это забирает такое ровное количество времени. Ты, по сути, жертвуешь собой всем своим свободным временем и живешь не жизнью своих ровесников. Как они на это реагируют? Ну, отношения с родителями довольно-таки хорошие. Раньше они особо этого не понимали. Ну, когда я не играл на таких командах, просто сидел премарил. Вот. Ну, начиная, наверное, с прошлого года, когда я играл в Invasion, все было уже нормально довольно-таки. То есть я летал на Ладу, Москву, от морковки. То есть еще куда-то летал на буткемп, был часто довольно-таки. То есть в школу особо не ходил, у меня ЭГ было. Ну, нормально относились. Ну, они понимали, что я не занимаюсь какой-то левой хуйной. То есть я деньги какие-то там зарабатываю, что-то играю, что-то, может, выиграю даже, вот. Поэтому я бы сказал, что отношения хорошие. Поначалу, я думаю, как и у всех, это было сложно. Естественно, там не хотели, чтобы я сидел за компьютером по 10-12 часов. Там вытаскивали провод, еще что-то, мышь могли забрать. Но сейчас уже само собой, когда, так сказать, первые деньги появились, то начали уже поддерживать. Они смотрят твои матчи? Да. Каждый матч. Ну, что... Брат смотрит, мама смотрит, отец по возможности, ну, тоже часто пишет, там, когда я проиграю или когда я выиграю, там, либо молодец, там, либо ничего страшного, не расстраивайся, там, ты был молодц. Ну, что-то такие слова поддержки. Папа смотрит, хорошие отношения. Ну, на самом деле, до моего первого контракта были не очень. Мне там запрещали играть. Ну, можно сказать, наверное, как у всех. Поначалу не сильно верили в это дело, ну, плюс еще не разбирались. Ну, я объяснял им как бы пошагово, из чего состоит киберспорт, там, откуда деньги там берутся. Ну, то, что это реальный спорт, и как-то со временем, когда у меня появился первый контракт, стали по-другому относиться. смотрят игры, болеют за меня. В принципе, нормально все стало. Ну, у меня только бабушка. Ну, раньше еще был дед, но бабушка всегда в пилисмон. Ну, поначалу, да, там, как у всех, мне запрещали играть, там, вот это все. Но дед, вот, как раз, в «Царцевом небесном», он все время говорил, что за компьютером будущее, поэтому разрешал играть, никогда не запрещал, только с бабушкой там были качели какие-то, а так в целом мне разрешали играть. И когда я вот, ну, я просто рано начал выигрывать, там, в 11 лет где-то, я уже приезжал на Ланы обратно под утро, но с деньгами. И потихоньку там уже все больше и больше получалось, и уже никаких вопросов не было. Ну, я им говорил то, что хочу играть пока... Ну, они считают то, что корочка нужна как бы, но я вот нашел себе компромисс, это вот заочное обучение, типа я захожу на сайт, что-то выполняю, ну и параллельно играю в игру, и все. Поднимаемся к нашим работягам. Работяги у нас работают каждый день по 8 часов, а кто-то по 12-16. Ребятки, смотрите, это рай для каждого игрока в КС. Когда ты играешь в КС, и у тебя всегда есть шкафчик вот с такой халявой. Здесь было больше. Здесь было, правда, больше раньше. Вот такое чудо. Поэтому поправились-то. Поэтому они поправляются. Слушай, очень много пьют газировки. Нам не успевают пополнять. Это прям позорно, на самом деле. У нас полный холодильник обычный, и они прям выпивают. Тут мы должны были, по идее, встречаться, общаться, и думать, как что порешать, кого кикнуть и так далее. Но здесь мы были всего один раз, когда играли в Уну. Больше ни разу. Но на этом буткемпе у нас нет тренера. Он есть, но он через онлайн. На следующем буткемпе мы уже пригласим тренера вживую потренировать ребят. Этого, правда, не хватает. Ну так, легендарная коробочка на память. Так, вот наши ребятки тренируются. Только я буду тише, потому что у них праг. В 7 вечера они на праге, и после этого прага они все освободятся, и смогут уделить нам время. Легенда, Легенда, Капитан, Снайпер, Даня, Опорник, и Опорник. Это опорники? И опорник. Максим. Твоя лучшая и худшая черта характер? Это сложный вопрос. Да, ну ты можешь подумать. Ну вот давай ты скажешь с той стороны, может, что ты видел, просто я не знаю, на самом деле. Хорошо, я могу сказать. Худшая – это твоя реакция на все подряд. Она… Ты видишь во всем кринж какой-то, ты видишь во всем… Ну я понял, о чем ты. Ты понял, о чем ты? У меня еще родители об этом говорили, мама говорила тоже, что я такой странный в этом плане. Ну я понял, о чем ты. Слушай, я бы не сказал, что это прям худшая. Мне кажется, мне кажется, худшая – это то, что я могу как-то где-то ху** отреагировать, типа там, лишние эмоции выпресснуть, заразить, где этого не стоит делать. Да, у тебя бывают всплески, но всплески есть у другого нашего тиммита. У меня просто редкие, но если такое случается, то мне кажется, все у меня хуже, чем у него еще. Так. А лучше? А лучше? Ну честно, тебе 18? Да. Ну для твоего возраста ты е*****ть, как не похож на себя в плане, ну ты умен и не по годам. Ведешь себя очень по-взрослому, решаешь самостоятельно все вопросы, все проблемы, как будто, ну ты вообще не 18-летний. Вот тут респект. Не целый хруст, наверное, но может так и я со стороны не знаю. Один из самых рассудительных в команде это ты? Ну, возможно. Не знаю. Не особо бы я замечал этого. Ну как, не обрешал. Не, на самом деле сейчас пи*** просто. Дай шучу. Дай шучу. Я выберу, что вы скажете. Да не, я шучу. Да не, не, не. Мне кажется, еще самая, ну, типа такая позитивная черта у меня, то, что я, ну, чуть повесельнее, чем остальные. Типа где-то стараюсь меньше негатива приносить. Я вот соединю, на самом деле. Это, наверное, качество вот честность и токсичность. Это такие две тонкие грани вот между этими, ну, вот именно в каосе. Потому что, грубо говоря, мне несложно ответить, ой, сказать тиммейту или там признаться самому себе, что условно я сыграл плохо или сказать тиммейту, что он сыграл плохо. Но то, каким образом я иногда это могу донести, это может, ну, грубо говоря, пойти во вред, чем в пользу. Лучшее, ну, наверное, это взаимодействие с людьми. Я не конфликтный, понимающий, как бы, редко с людьми как-то спорю или у меня конфликты какие-то возникают. Ну, короче, могу общий язык найти. Вот это в командах сильно помогает. А худшее, наверное, ну, загоны, скорее. Вот, например, вот оно отражается на ДМе. У меня не летит, и я просто иду там два часа долбить ДМ, двадцать часов ДМки, там пятьсот ботов, часов тоже. Ну, лучшее, наверное, доброта, это характер. Ну, лучшее, может, доброта, хотя, наверное, не всегда доброта является лучшей, и часто можно воспользоваться в корыстных целях, условно. Но, я не знаю, в целом считаю, что позитив и доброта, это, наверное, лучшее, а худшее, это, ну, где-то пусть будет лень. Лучше это, наверное, менталка, в том плане, что я, ну, очень редко тильтую, или даже вообще не тильтую. А слабая, даже не знаю, как-то не задумывался, реально не задумывался, не могу пока ответить. Давайте от каждого игрока по интересному факту. Смотрите, Fentukey играет в обычный КС, вы думаете, но нет. Смотрите на его руку. Внимание, он стреляет левой кнопкой, но большим пальцем. Как тебе так? Как у тебя так получилось? Тебе с детства объяснили неправильно, как держать мышку? Нет, никто не объяснял просто. Из-за этого? Возможно. Егор, расскажи, пожалуйста, у тебя огромное количество мышек. Сколько у тебя их дома? Ну, я думаю, может, штук 30-40. Не знаю, точно не считал. А зачем их собирать, менять? Ну, раньше много доставалось просто по всяким партнерским либо там командным каким-то событиям. Просто собирал, собирал. Выдавали новые, покупал. Я всегда любил менять девайсы, никогда не привязывался там, типа, к чему-то одному и тестировал все время разным. Ну, что-то новое, типа, что не тестировал. Всегда был интерес к этому. Илья, что за фишки у тебя? Фишка покупать самые лучшие скины по низким ценам на Бискинс. И продавать. И продавать. Они официальные спонсоры нашей команды. И они об этом официально сайте. Да. Что достаточно приятно. Достаточно приятно. Финал, ты вот тут. По центру еще. Да, по центру. Если вы используете промокод, который у вас на экране, вы получите 5 долларов в подарок, если вы продадите скинов на 100 долларов. Это все вы можете сделать на Алискинс. Сайт по продаже и покупке скинов КС. Но не только КС. Что еще можно? Дота и Раст. Ну что ж, праг закончился. Как праг? Ну, не важно. Да, по эмоциям, ребята, они не особо сегодня позитивны, но, надеюсь, раскроется время ролика. Отойдет. Мы стоим у доски. Расскажи, пожалуйста, следовали мы этому графику? Ну, не полностью, но в целом, не, следовали, но вне официальных точно не следовали, потому что там были вечерние матчи и нет смысла вставать в 10 утра. Так, в целом, плюс-минус соблюдали, да. У нас появился психолог командный и недовольный. Вот тут точно следовали. Это точно следовали, да. Тут точно было. Ну и вот это тоже следовали. Да, да. Но время было не такое. Если бы здесь было бы 6 утра, было бы честно. Но ребята играют в Faceit постоянно, то есть Shine играет до 6 утра. Ну, хоть это и плохо, но надо делать на выходных, это можно. Ну, не всегда на выходных. Но в любом случае, играть столько в Faceit-то, это кринж? Это шиза или нормально? Нет, это у каждого индивидуально есть там куча про-игроков, кто вообще не играет в Faceit, есть кто играет. Ну, плюс, я не люблю Faceit, не знаю. Многие молодые, наверное, больше любят играть, потому что привыкли там в своей сфере находиться. А так, ну, я бы не сказал, что там все про-игроки стоп, с тир-один даже команд играют в Faceit постоянно. Так что это, ну, это индивидуально. кому-то нравится Faceit, кому-то DM, я не знаю. Зайва вот не играет. Зайва мало тоже играет Faceit. Ты не играешь вроде сюрф, не бэхоп, ну, козы иногда, да, вроде? Ну, козы, сюрф, бэхоп, не, ну, дм, главное, боты, дм, все остальное, это так, второстепенно, не знаю. Я не люблю вот не сторонник каких-то там режимов, но сюрф, не, этот, козы можно. Чуваки, клянусь, Егор реально классно попадает. нет ощущения того, что ты, избегая всего этого, спустя столько времени играешь, не на уровне, но ты реально же на уровне играешь. Прям все супер. Я тебя, я снова защищаю своих игроков, но Егор реальный респект. Егор, уважение. И сейчас мы еще пройдемся по девайсам, потому что это твоя любимая часть. Егор меняет мышку как будто каждый день. Каждый день. У него дома ДНС, он мне каждый день приносил новые клавиатуры. на тесты. Что у тебя дома творится, я не буду спрашивать. Почему мы проигрываем? Как думаешь? Совокупность факторов просто множественных. Проклятие, да? Ну, нет, не проклятие, просто, ну, блин, да я не знаю, сложно объяснить. Просто, значит, ну, я как бы вот реально вижу, что мы, какой уровень мы можем показывать и какой мы показываем условно на матчах. И я понимаю, что это вообще не то. Все-таки, ну, изменения в команде происходят. Ну, вот недавно даже произошли перед боткемпом. То есть, пришел новый игрок, выбрали коуча, как-то поменялась игра. Стало как-то, ну, стало больше инициативы, но пока вот просто нам нужно развиваться, как игрокам. Нужно, и все. Ну, 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 у нас есть проблемы типа с пониманием, но самая большая проблема, которую я вижу, это мы часто очень торопимся. То есть, каждый хочет взять инициативу в какой-то момент раунда. Как-то у нас, мы либо слишком торопимся, либо слишком бездействуем. То есть, нам нужно научиться взаимодействовать вместе, как команда. Пока что, кажется, будто иногда мы пять разных людей пытаются что-то сделать сами по себе. Наверное, это базовая проблема, как и у всех, там, моментами общения, моментами вот эта проблема. Ну, есть командное внутреннее такое волнение во время этих матчей официальных. Все-таки их немного, и вот это желание иногда победить, оно слишком сильное и происходит наоборот. То есть, ты хочешь, хочешь победить, проиграешь какие-то раунды, больше злишься, больше агрессии, больше нервов. Происходит в итоге билиберда и проигрываешь. Где-то вот, ну, у нас же произошло изменение еще, то есть, у нас тренер же поменялся. И где-то, ну, вот, решили, что так, и еще не проверили, каково на новом тренере именно официальные матчи на ХЛТВ. Может быть, была в этом проблема. Ну, не знаю, посмотрим. Недостаток опыта, и зачастую мы отпускаем свои игры. То есть, мы дожимать именно не умеем. Это отчасти связано, если мы, например, за атаку вторую половину играем, то, что я мог какой-то себе позволить какой-то гембл-кол сделать, пробовать угадать как-то, потому что, либо идеи заканчивались, либо, не знаю что, просто на какой-то уверенности слишком. Когда мы там, вот, играли мы против Академки Спирит, мы очень хорошо, мы, точнее, плохо начали за защиту, набрали там свои раунды, в итоге половина закончилась, что-то 7-5 вроде, мы начали забирать свои раунды просто за атаку, и я там заколил такой кол, типа, ну, гембл наполовину, вот, и результат налицо, вот, ну, а также где-то клач мы можем какой-то лишний проиграть, или там кто-то не так кол поймет, или кто-то там гранату забудет, ну, такое, вот, но над этим вот как раз на буткемпе поработали, больше, ну, все гранаты как раз подучили, вот, над коммуникацией в целом, то, что мы там инфу на некоторых картах, там, исправили, чуть добавили где-то какую-то инфу, вот, так что, я думаю, таких поражений, ну, сейчас быть и не должно. Шайн сидит у нас здесь. У него очки. Очки, да. Мышка Суперлайт. Ну, Суперлайт такая легенда, которая все еще остается легендой. Ну, классическая, да. Классик. Мы подарили Шайну вот такого цыпленка. Мини Шайн. Он похож немножечко на него. И я надеюсь, что он будет пользоваться этим цыпленком на турнирах, на ланах. И она будет, этот цыпленок будет приносить ему удачу. О, смотрите, какие классные темки мы сделали. Наклейки нам. Спасибо FreeQS. Он принес нам вот такие вот наклейки. Будущие мажорные стикеры. Конечно, на мажору будет сложно выйти, но мы посмотрели, шансы типа есть. Если не попасться на радарщиков, то будет все супер. Блин, на самом деле, проблема у этого киберспорта, это Тир 3, на котором мы сейчас официально, потому что в лиге, где мы играем, но это же Тир 3, ужасно сложно играть против команд, потому что 70% радарщики. Мы посмотрели, чтобы выйти в Челленджер, нам нужно играть в плей-оффе. И в плей-оффе топ-16 команд, из них 9 радарщики. Вот сейчас мы занимаем второе место в А-20, и вот такая вот ситуация. И с этим никак не бороться. Вот забанило за все время только одну команду, Виктор и Зигзак, и больше никого. И то они уже там просто совсем обнаглели, они уже на бласт вышли. Так, ну, клавиатура Dark Project. Да, кстати, Dark Project наши партнеры из Абершока, но сайта. Команду они не спонсируют, но ребята сами покупают эти девайсы. Клавиатура у них супер хорошая. И HyperX, ну, дефолт. А по мониторам и по видеокартам давай пройдемся. В мониторе здесь 25-40, да? 25-40, да, наверное. 46 даже. 25-46 без К. Видеокарта тут от 20-80 Super до 30-70. У каждого раза. Клавиатура G500 какая-то вроде, 13 есть. Но он же сожалеет о том, что у него андако длинная, поэтому не берите в пример. Нужно брать вкороченные. HyperX Cloud 2 и Desader V3. Дальше Diman, FN2K. У него Dark Project клавиатура, Glorious Model D, Logitech, наушники дефолтные, и GSR SE. Но мышка необычная. Мышка необычная, да, но у него хват вот пальцем он стреляет, поэтому ему она удобнее. Мои девайсы, у меня Little Gaming Gear Saturn, Wooting 60, мышка Zowie EC2, Warless, но вообще я играл на Superlight 2, но сломал Glide, пока перевозил ее домой, поэтому пока вот. Но самое классное, что эта клавиатура стоит, внимание, 30 тысяч рублей, и она беспроводная. Проводная. Я на самом деле думал, она тоже беспроводная. Да? Ты хорошо подходишь. В ней фишка в том, что можно настраивать силу нажатия клавиш, то есть. Да, расскажи, пожалуйста, про эти миллисекунды. То есть она может... Ну типа вообще заявляют, что нужно, наверное, играть минимально там 0,1 миллисекунды, типа, чтобы максимально быстро страйфить, но и как я прочитал, для КСа это вроде не нужно, тут нет таких страйфов. Я там режим CS GO выбрал, вот играю в нем. Ну в целом мне нравится, клавиатура классная, но своих денег не стоит, я уверен. Потому что даже SteelSeries там за 15 тысяч рублей у нее тоже есть эта функция, и она не особо хуже, я бы так сказать. Дальше феномен. У него моя мышка ExtraFi M8, мои наушники SteelSeries, Epos H6, моя клава Logitech G Pro, X, Wireless тоже. Супер, супер, спасибо, Егор. Мы сейчас пойдем поознакомимся с игроками, а то непонятно кто это. Какой самый перспективный игрок в нашей команде? Ну если говорить по индивидуалке, то наверное снайпер или я. Типа, если он поработает над собой, над своими минусами, то я думаю, что он через какое-то энное время может хорошо играть, еще лучше, чем сейчас. Давай, кроме себя. Кроме себя? Да, ты хотел заскать. Ну да, я вся насла. Ну, Шайн, наверное, объективный, мне кажется. Самый перспективный. Если брать индивидуальный скилл, то скажу феномен. Если брать как-то совокупность всех факторов, Шайн. Все отлично себя показывают на самом деле, да и все молодые. Ну, не брать в учет только Егора и Данька, но Данек на самом деле, хоть ему и 23, но он хорошо себя показывает и растет как игрок. Ну, Егор просто опытен и все. Ему особо ничего, ну, как бы у него нету по игре каких-то прям жестких минусов. Так, получается, это комната, где спит Егор и ты. Как вы выбрали эти комнаты? Вы подружились больше всего, да, с Егором? Ну, в онлайне, да, мы как-то заобщались. В интернете поднакомились? На сайте знакомства. Да, и венчер, всякий. Тут есть у каждого, можно сказать, своя душевая, свой туалет. Да, это удобно. Слой в этом доме супер кайф, потому что, ну, я сам прожил здесь две недели и мне все понравилось. Тебе было кафорно жить со мной? С тобой? Ну, так. Да нет, все окей, все окей, все окей было. Я не знаю, что сказать. Все окей было. Так, ну, здесь моя комната с Серегой, мы здесь спим. Это мой стич, которого я не знаю, как я повезу в Грузию. У меня нет чемодана. Наша форма, кстати, эту форму я разыграю. Чтобы принять участие, подпишись на телеграм-канал нашей команды и там в закрепе будет розыгрыш этой футболки. Итоги 20 января. Так, тут спят уже три человека, это такая не VIP-комната. Здесь у нас Даня Рейн. Да, Данек, Диман и тут папочка Шон. Папочка Шон. Ну, и что, комната как комната? Да, да, обычная комната. Ничего интересного. Какая твоя главная цель на следующий год? Да, ну, надо то есть нормально уже играть не в четыре карта, как мы сейчас играем или в пять. Ну, четыре с половиной, скажем так. Уже играть нормально полноценные шесть карта, чтобы мы могли нормально играть бастов-три игры. То есть на тренироваться как-то получше. Я знаю, стать просто лучше и начать побеждать. Вырасти как игрок в индивидуальном плане, в плане понимания. Конечно, хотелось бы там заговорить о топ-30. Ну, без шуток вот. Понимаю, что такой потенциал есть, если буду стараться. Ну, не только именно команды, я имею в виду даже за самого себя. Говорят, типа, я же свои цели рассказываю. То, ну, вот в топ-30 хотелось бы уже играть. И, ну, вот, так сказать, наверное, победить самого себя, вот, в плане ментальном, чтобы я стал тем, кем хочу стать, потому что, ну, вот, без агрессии, вот, на спокойном, таком хладнокровном человеком, вот таким вот хотелось бы стать. Ну, и денег зарабатывать. Ну, не знаю, но я написал, что хотелось бы быть в топ-30, попасть через год, уже иметь победу на турнирах, неважно, лан, онлайн, просто доказывать то, что мы, ну, нормально играем в КС, мы можем быть конкурентоспособными. первая цель выиграть матч на ХЛТВ, а так, нет, ну, если брать мои личные цели, то улучшаться уровень игры, это 100%, я стараюсь, на самом деле, чувствую, что в этой игре, как-то, ну, неплохо получается, и стрелять, что ли, легче, не знаю, то есть, как-то и больше мотивации, ну, энергии больше, больше мотивации именно вот в КС-2, как только она вышла, это шанс, вот, обнулиться. Яркий, на самом деле, пример сейчас, это Сист, ну, пока мы записываем этот ролик, он там Гранд Финал выигрывает, и, ну, это хороший пример, как мне кажется, вот, перезапустил карьеру, и хочется, ну, чтобы у нас тоже все так пошло, как-то, перезапустили наши поражения, и они превратились в победы, и начали улучшать игру, и, ну, цели поставлю, что выиграть какой-нибудь турнир, для начала, выиграть матч на ХЛТВ, ну, для начала, потом выиграть турнир, попасть на мейджор, это такие, это глобальные цели, но я считаю, что любая цель, но ее можно выполнить, главное, сильное желание, и, ну, уверенность, и упертость. На следующий год глобальные цели, это как минимум войти в топ-50, как максимум, я думаю, очень огромные шансы выйти на РМР, особенно, с учетом того, что как-то СНГ-команды сейчас жестко всех выигрывают, начали все очень жестко играть, именно на нашей сцене, вот, и если мы будем усердно работать, можем прийти к такому же результату. Если говорить про стоимость самого дома, то в день он нам обходился в 32 тысячи рублей, то есть за 22 дня 705 тысяч, это без учетов логистики и еды. Короче, мы сейчас будем есть шашлыки, потому что завтра мы все уже улетаем. Ребятки, спасибо большое всем, кто посмотрел этот ролик. Я надеюсь, вы поверите, что мы выиграем катку нашего TV, мы это сделаем. Обязательно. Обязательно мы это сделаем. Если кому-то реально стало интересно, кто мы такие, ждите наш ролик про 24 часа с командой и подписывайтесь на наш телеграм-команды. Там все новости от начала до конца. Когда мы играем, где играем, где смотреть. Всем спасибо, команда Cybershock Esports. Мы работаем. До следующего ролика. Уверен. Пока.